Хочешь ли ты себе такой дом на разводку воды? Вы не отправляете каждый месяц до сдачи дома на участке. Как говорится, доверяй, но проверяй. Поднимаемся. Надо вырезать. Встречаем рассветы, закаты. Закрома родины. Ларчик просто открывался. Вот это из-за того, что не хватает кислорода. Перед тем, как что-то приобретать. Но у нас есть специалист. Вот что-то включилось. Сетка, это очень круто. И ваш дом стал немного больше. Как мне нужно подготовить свой участок? Для того, что они могут пробраться, они окрашены в такой приятный, красивый цвет. Кстати, здесь еще из нюансов. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Многие из нас задумываются о своем доме. Из чего и по какой технологии его построить? Есть дома из кирпича, из газоблока, каркасный, либо панельный по современной технологии. Сегодня мы с вами рассмотрим модульные дома. Итак, давайте начнем с того, что если посмотреть, обратить наше внимание на опыт скандинавских стран, то там в основном строят каркасные дома. Потому что каркасные дома самые энергоэффективные. И в нашем северном климате это актуально. У скандинавов есть несколько крупных компаний, которые возводят модульные дома. То есть это заводское производство. Соответственно, заводское качество. Собирают стены на заводе. Приезжают уже и собирают дом из этих панелей на готовый фундамент. Потом происходит внутренняя отделка. И, естественно, это занимает какое-то время. Мы сегодня посмотрим с вами модульные дома. Это полностью готовая комната, кухня. Большой такой корпус, который уже привозят с завода целиком. С отделкой, сантехникой, с электрикой, с дверьми. И просто их монтируют на вашем участке. Сейчас в кадре, на своих экранах, вы видите обычный классический каркасник. Мы с вами видим сваи железобетонные. И сверху видим каркас. Собирается это все здесь. Соответственно, уже мы видим, что обработано септиком. Ну и, соответственно, потом будет зашивать и строить. Этот процесс занимает какое-то определенное время. А это самое дорогое, что, соответственно, у нас с вами есть. Здесь для меня в модульных домах самое крутое, что производство на заводе. Мне привезли на готовый фундамент подготовлен, все собрали. Я через неделю, грубо говоря, просто заезжаю, если не раньше в этот дом. Собирается он за один день, друзья. Это реально круто. То есть от момента заключения договора до заезда проходит буквально до полугода. То есть, к примеру, зимой заказал, а весной ты уже приезжаешь и живешь в своем собственном доме. И не только в этих домах можно жить. Их, я обратил внимание, очень часто используют для бизнеса, для сдачи в аренду. Потому что всегда приятно, знаете, заехать не в какой-то старый шалаш, а в современный, хороший и красивый дом. Вот, например, как этот. Сейчас мы его рассмотрим внимательно. Значит, я записался на экскурсию к застройщику. Сейчас должна быть экскурсия. Сейчас у нас еще 12 часов 19 минут. Я приехал пораньше, чтобы обойти его, посмотреть и увидеть, если есть какие-то нюансы. А вы внимательно смотрите и пишите в комментариях, что увидели вы, на что нужно обратить внимание. Мы с вами видим классический модульный дом, который собран на свайном фундаменте. Свайный фундамент, сейчас мы с другой стороны обойдем, там как раз будет хорошо видно. Видим входную группу, мы видим дерево, окрашен такой приятный красивый цвет, пара ветрозащита, внутри утеплитель, классическая технология. Есть вентиляция, москитная сетка, окна. Слушайте, классно сделан такой деревянный отлив, смотрится прикольно, мне нравится. Здесь труба под сток, видно, что пропущен кабель, для того, чтобы подогревало, чтобы ничего не замерзало. Вот у нас второй вход. Соответственно, вот она лесенка наверх, веранда, ну это такой летний вариант, когда может типа наверху аналогично сделано. Смотрится классно, мне нравится, что здесь большое количество остекления. Мне нравится, что это, во-первых, еще и заводское качество. Итак, вот у нас винтовой фундамент. Вот эти сваи, которые вкрутили в землю. Соответственно, после того, как все сваи вкрутили по проекту, здесь большое количество, их обвязывают, для того, чтобы была жесткость конструкции. Вот она идет, обрешетка. И на нее уже монтируют дом. Дом привозят на больших таких машинах, и потом, соответственно, ставят сюда. Но мы тут, пользуясь случаем, можем посмотреть, что находится здесь, чтобы видеть. Видно, что доска сверху была покрашена. Снизу такое ощущение, что она прогрунтована была. Чем-то лаги также окрашены. То есть это срок службы. И так как здесь высоко, здесь, соответственно, продувается воздухом, конденсатора никакого нет. Нет никакого утепления, потому что это террасная доска сверху, просто она летняя. Поэтому, соответственно, смысла нет никакого утеплять. А утепление мы видим уже вот здесь. Соответственно, вот видите, они лаги. Там утеплитель. И все, соответственно, зашито. Сейчас пройдем, посмотрим. Кстати, здесь еще из нюансов. Видите, он такой получается на брешетке, чтобы там проходил воздух, чтобы надолго сохранить дом. Соответственно, тогда, это, знаете, наподобие что-то винтфасада. Из-за того, что вот здесь есть воздушный зазор, соответственно, влага вся уходит, и ничего не задерживается. Здесь мы сверху видим, что прикреплено обычным профнастилом. Смотрится реально прикольно. Здесь даже, ох, чуть не провалился. Есть кондиционер, есть генератор, есть, соответственно, своя канализация. Вот мы видим трубу с утеплителем. Ну, соответственно, понятно, что она под землей проходит и идет в канализацию. Вот они все подводки. Соответственно, вода, электричество. Вот через гофру кабель идет. Ну, вот так это выглядит снизу. Вот я только смотрю, не знаю, нужно ли было из-за спан чем-то здесь еще зашивать. Но если бы я заказывал дом, я бы себе дополнительно заказал бы сетку от грызунов, чтобы избежать того, что они могут пробраться, а не что-то прокрысть. А так как это, друзья, модульные дома, то, соответственно, можно из этих модулей собрать именно тот дом, который нужен непосредственно вам. Одноэтажный, двухэтажный. А также, что мне понравилось, если, к примеру, делаем там двухэтажный дом или одноэтажный, но с возможностью его расширения. Появились деньги, заказали, привезли, все собрали. И ваш дом стал немного больше. Мы с вами, друзья, зашли вовы внутрь этого дома. И с чего начинается дом? Это с входной группы. Во-первых, обращаю внимание, здесь специальная сетка. И смотрите, когда вы очищаете всю грязь, она падает прямо туда вниз. А это обычно там глина, земля, что-то такое. То есть это, в принципе, не страшно. Мне нравится то, что есть везде ограничители, причем хорошие ограничители. И мне нравится, что здесь двери и стеклопакеты из дерева. Причем двухкамерные. А заходим, здесь небольшая прихожая, есть сразу шкаф встроенный, куда можно убрать свою мебель, повесить ключи. Слушайте, вот это прикольная тема. Вот такие, знаете, мелочи, но очень полезные. Вешалка для повседневной одежды. Можно закрыть шторку. Для шторки есть вот такой держатель. Везде у нас на полу здесь ламинат, коврик, тумбочка для обуви. И заходим у нас, вот здесь такой, скажем, назову это техблок. Потом мы все по технике посмотрим отдельно. И заходим в кухню-гостиную и налево еще у лестницы наверх. Здесь, конечно, очень большое пространство, большое количество света как раз за счет панорамного остекления. И здесь, друзья, тоже не пластик, а дерево, что лично мне очень нравится. А в домах есть печка. Если вдруг нет электричества, всегда можно обогреться вот этим отоплением. И есть дрова и спички. Для меня из плюсов то, что уже мебель вся расставлена дизайнерами. Соответственно, везде есть розетки, выключатели, все сделано удобно. Печка стоит, труба идет, соответственно, наверх. Можно вдруг, если нет электрического затопителя, просто вечером пожечь дрова. Тоже прикольно. Конечно, вот этот вид, когда у вас панорамное остекление, это круто. А здесь на выходе есть для лета за доп. Деньги сказали, вот такая штука. Сетка. Это очень круто, потому что не будет в вечернее время лететь мошкара в ваш дом. Я считаю, что такую опцию нужно точно брать. Слушайте, открываешь дверь, холодно, а здесь реально тепло. Здорово, что пол с подогревом это раз, и здорово то, что есть нормальная, хорошая вентиляция. Итак, можно поставить кондиционер, вот здесь он стоит, можно на второй этаж комнаты тоже поставить кондиционер. Здесь стол на 7 человек, можно даже его выдвинуть по месяца 8, то есть на большую семью, большую компанию. Когда к вам приедут в гости, на первом этаже комната и на втором этаже еще две комнаты. Кухня. Здесь стоит Икея, соответственно, можно под заказ все сделать, то, что необходимо. Ну, вот здесь все размещено. Обратите внимание, что как раз под холодильник размеры, и, соответственно, под все остальное. Ну, в принципе, мне кажется, кухни за глаза и за уши хватит. Мне нравится, что здесь есть дополнительно вот такое небольшое окно. Это дополнительный свет для кухни. Ну, понятно, что дом сдают в аренду. Кстати, вот здесь очень прикольно, что можно перед тем, как что-то приобретать, здесь здорово, что можно просто его снять на сутки или более, просто пожить и понять, хочешь ли ты себе такой дом или не хочешь. Поэтому, я считаю, это круто. Знаете, как тест-драйв автомобиля. Перед его покупкой ты проедешь и поймешь, как он едет и вообще там, все ли тебя устраивает или нет. Также, соответственно, с домом, я считаю, что нужно этим пользоваться. Ну, соответственно, с кухней уже здесь все понятно. Давайте посмотрим ванную комнату с анузлом и посмотрим ящик с автоматами. Обратите внимание, какое большое количество автоматов. Не в каждой новостройке, даже я не знаю, в какой новостройке это есть, от застройщика. Здесь вот реально все разбито под зону. Сделано реально хорошо и здорово. Я бы, наверное, еще дополнительно поставил бы вот эти, знаете, такие с электронной табличкой, вот электрики меня поправят, как это правильно называется, где видно, какое в дом поступает напряжение. Особенно для загородного жилья я считаю, это актуально. Расскажи. Это стабилизаторы, трехфазное напряжение, это стабилизаторы, то есть, как бы, это показывает напряжение по фазе. Так, напряжение это как раз 220 вольт, 215-226. По каждой фазе, да. Здесь просто нагрузка сейчас большая идет, как бы, включились обогреватели, то есть, как бы, это ток, сила тока, а это, собственно, потребляемая мощность в киловаттах. Сейчас два с половиной, вот по этой два с половиной, здесь два, здесь ноль. Обычный датчик теплого пола, соответственно, можно выстоять температуру, там больше, меньше, и он ее, соответственно, поддерживает. Ванная. Ванная достаточно большая, здесь есть сауна, например, я не любитель вообще ни баня, ни сауны, напариться, поэтому здесь менеджер сказал, что можно вот отсюда с прихожей, вот здесь будет тоже дверь, двери двух размеров, есть полотно 60 и 70, сантиметров я бы брал бы 70, потому что проще что-то проносить, то здесь будет такое большое помещение, ну, соответственно, зону хранения, гардеробную, что угодно можно поставить. Двери, кстати, сказали, что они тоже сами делают, это прикольно. Ванная и место под стиральную машинку, сейчас стиральные машинки и сразу сушилка, вот у меня, например, такая, она и стирает, и потом сушит, это очень здорово, я обратил внимание, что когда появилась вот стиралка с сушкой, то после того, как он ее высушит, очень мало, практически нет вот этой пыли с одежды. Раковина, нормальный напор воды, понятно, что нужно ставить насосы, вентилятор включается, подсветочка, слушайте, прикольно сделано, вот здесь для зубных паз, всего остального под полотенчик и крючочки, здесь еще дополнительно розетка есть, там, например, бритву подключить, там, фен зарядить, еще что-то, санузел, гигиенический даже душ здесь предусмотрен, а на полу здесь плитка и зона, где вы моетесь, вот здесь стоит душевая кабинка, соответственно, тоже и здесь плитка, мне нравится, что вот этот подон прямо получается в уровень с полом, то есть, знаете, безбарьерная среда, к примеру, если у вас есть пожилые родители или у кого-то там проблемы с передвижением, то сюда, в принципе, можно достаточно просто зайти и принять душ, так, что у нас тут немножко мокрая, душевая кабинка широкая, то есть, в принципе, здесь хватит места, знаете, бывает, что строят такие маленькие, что еле туда залазишь, но мне нравится, что это душ, например, мне ванна лично не нужна, тут какие-то полочки, если это все сказали, что тоже можно дополнительно заказать, дальше у нас сауна, пульт управления, вот, что-то включилось, так, ну, о, сейчас понажимаю, о, выключил, значит, теплый пол здесь, теплый пол здесь, датчик есть, а здесь, слушайте, она очень большая, друзья, просто здоровенная, во-первых, тут тепло, тут реально очень тепло, пол чувствуется, что подогревается чуть больше, три полки, получается, есть окно, вот такое, тоже, кстати, с москитной сеткой, молодцы, и мне нравится, что она не окрашена, а просто здесь ососно, смотрится классно, ну, свет, ну, в общем, все как обычно, кто любит, для тех нормалей, и вот в этом доме менеджер сказал, что здесь сухая сауна, а вы уже, которую будете приобретать, они так, как многие просят, там можно будет, соответственно, лить воду прямо на пол, она будет, соответственно, вытекать. этот дом, напомню, сдается в аренду, здесь, соответственно, понятно, что постоянно все парятся, гуляют, отдыхают, и обратите внимание, все в каком шикарном состоянии, знаете, вот если я бы не знал, что его можно взять в аренду, я бы, честно говоря, бы подумал, что он просто новый, просто демонстрационный дом, значит, вот здесь бойлер, мне понравилось, что, во-первых, здесь стоят доводчики, прямо как на автомобиле, а балу, у меня тоже в одной квартире этого производства бак, здесь он на 100 литров, на семью, там, 3-4 человека, его вполне хватит, потому что на первом этаже свой бак, на втором этаже свой, сейчас поднимемся, я вам покажу, какие-то блоки питания, ну вот, в принципе, все подключение, все видно, ну вот, все как новое, реально все как новое, очень круто сделано, молодцы, значит, вентилятор, понятно, для чего, для того, чтобы отсюда пар весь выходил, когда вы моете, кто-то любит погорячее, кто-то похолоднее, ну вот я бы, например, брал бы вот все, как здесь есть, реально все круто, все продумано, и знаете, вот такие мелочи, вот ты заходишь, здесь есть расстояние, причем ванна достаточно большая, сюда могут и ваши дети, двоем и троем зайти, и всем хватит места, утром почистите, вечером ваши зубы, и так, закрома Родины, смотрите, все подписано, вода, где что перекрывать, вода, уличный кран, то есть на улицу, даже все выяснили, то есть вот это продумано, это крепление, чтобы для смены фильтров, здесь, соответственно, разводка воды, холодная, горячая, понятно, вот отсюда, вот, как я понимаю, ну, и что-то здесь еще можно подключить, только я не понял, что это, мы сейчас спросим у менеджера, когда он освободится, ну, и, соответственно, здесь есть вентиляция, ну, блин, молодцы, молодцы, пойдем с вами, друзья, на второй этаж, а, еще чуть не забыл, стоят бесперебойники, это уже сказали, допупцы, я бы себе ставил, потому что за городом бывают разные проблемы, не знаю, там, ехал трактор, ковшом зацепил, там, сосна упала, елочка, ну, вот я бы поставил бы бесперебойники раз, потому что напряжение может закокану, чтобы ничего не погорело, это раз, и второй момент, это сохранность ваших денег, поднимаемся наверх, тут я вижу датчик, типа, а, это они, как ночничок, я понял, поставили, тут окно дополнительно для света, поднимаемся, у нас такой, небольшая прихожая, ванна и две комнаты, здесь, чтобы вот это место сохранить, то есть здесь дополнительно есть зона хранения, и обратите внимание, как здорово сделано, мне понравилось, первое, что доски не впритык друг к дружке, здесь есть вентиляция, то есть сюда можно вешать одежду, шубу повесить, шубохранилище себе сделать, пылесос поставить, что угодно, полочки какие-то дополнительно сделать, тем более здесь сделать все легко, потому что здесь везде дерево, начнем с комнат, две комнаты, здесь полотна по 60, сказали, можно ставить 70, я бы ставил бы 70, вот видно, что два модуля, вот он один, вот он, соответственно, второй, и вот он, соответственно, этот деформационный шов, он закрыт, у нас с вами небольшая комната, здесь всего хватает, то есть я вот потом посмотрим, по метражу сколько, на скидку здесь надо 14-15 квадратных метров, двухспальная кровать, здесь мы видим, что от печки идет труба на самый верх, а если бы были проблемы с гидроизоляцией, вот это было бы все на потолке, это было бы просто видно, что, к примеру, оттирали или еще что-то, а стоят рекуператоры, можно его выключить, можно его включить, слышно, да, как он, соответственно, тянет в воздух, и это круто, что у вас получается постоянно, вот здесь идет, получается, приток воздуха, сюда он гонит, а отсюда он, соответственно, высасывает, обменивает воздух, и, знаете, бывает такое, что утром просыпаешься, и башка болит, хотя ты даже и не пил, вот это из-за того, что не хватает кислорода. Дальше мне нравится, что здесь у кровати сразу, здесь розетки есть, здесь розетки есть, а какие-то полочки такие интересные поставили, мне понравилось, вместо занавесок, вот эта штука, я вот так, кстати, первый раз вижу, я, кстати, на них раньше внимания обращал, но вот сейчас смотрю, что это просто интересно, очень интересно, соответственно, шкафы для хранения одежды, в этой комнате у нас глухое стекление панорамное, выхода на террасу здесь нет, выход на террасу из соседней комнаты, скажем, такая родительская, мне понравились светодиодные светильники, потому что этого освещения хватает, свет, соответственно, есть, вот здесь он теплый, есть холодный, я бы попросил, чтобы мне поставили холодный, если есть такая возможность, так, и вот здесь светильники, ну-ка, как они тут включаются, интересно, а, вот здесь надо, нет, нет, так, а, вот кнопочка, ага, ларчик просто открывался, стандартный конвектор, менеджер рассказал, что здесь зимой жили, когда были самые основные морозы, вторая комната, брат-близнец, все аналогично, небольшое окошко, блин, ну, реально очень круто, все то же самое, светильники, двуспальная кровать, вот здесь конвектор включен, чувствуется тепло, я так понимаю, что, скорее всего, все можно подключить в умный дом, так, а здесь еще со светом, так, это включается, здесь, а, это, наверное, на веранде, там что-то включается, на террасе, выходим, здесь бабушечку поворачиваем, выходим с вами на террасу, ну, смотрите, все окрашено, смотрится красиво, раз розетка уличная, два розетка уличная, то есть что-то можно подключить, гриль сюда электрический поставил, прямо здесь жарят шашлыки, она широкая, достаточно широко, здесь хватит, ну, тут метра два, наверное, даже если не больше, то есть места здесь хватает, стоит вот из дерева, видно, что они тоже, скорее всего, делают сами, такая тумбочка, посидеть, отдохнуть, ну, вот эта комната, блин, ну, круто, а, вот все, это свет, тоже обратите внимание, светодиод экономит электричество, держится крепко, вид классный, здесь такое небольшое озеро, ну, здорово, очень, очень здорово, мне нравится, это самый, пожалуй, продуманный дом, который я видел из модульных систем, а с вами у нас здесь на втором этаже осталась еще ванная, включаем свет, заходим, ванна здесь чуть меньше, понятно, она на втором этаже и не нужна, у нас с вами есть душевая кабинка, аналогичная, которую мы с вами видели, здесь тоже есть теплый пол, где соприкасается влага с поверхностью, везде плитка, здесь плитка, здесь плитка, соответственно, сам туалет, бойлер, тут он чуть меньше, потому что на первом этаже, понятно, будет больше воду использовать, соответственно, тоже вентилятор, подсветка, подсветка, места хватает, здесь реально тоже достаточно много места, тоже есть электричество, тоже есть крючочки, вот мне нравится, молодцы, хорошо все продумали, даже, в принципе, наверное, может быть сюда какую-то полку можно поставить дополнительно, если вдруг это необходимо, и на первом этаже у нас осталась еще с вами одна комната, сейчас мы ее с вами посмотрим, из нюансов мы здесь видим дополнительный модуль, мы видим, что здесь немножечко с уклоном кровли, вот видите, снег остался, и вот там виден сток, как раз вот туда уходит, и то, что мы, где, соответственно, фундамент, видели с вами трубы, это вот как раз через них, через этот водосток туда уходит влага. На первом этаже мы сейчас с вами в спальном месте, можно здесь сделать не спальное место, к примеру, кабинет, значит, электронагреватель, стандартно теплый пол, мне очень понравилась вот эта система доводчика, то есть она магнитная, очень прикольная, двери ребята делают сами, двухспальное место, аналогичные светодиодные светильники, шкаф, здесь, ну, в принципе, все вот есть, здесь даже, в принципе, какой кабинет, здесь вот уже кабинет, и стол поставил себе, и все, большое окно здесь, большое окно здесь, окно здесь глухое, то есть оно не открывается, это когда панорамка, это, в принципе, нормально, выход есть вот с той стороны, ну, и представьте, что вот мы с вами вечером лежим, шторы у нас открыты, или там утро, встречаем рассветы, закаты, смотрим, в какую сторону будет смотреть ваш дом, честно мне понравилось, значит, кто-то закрутил, я специально открутил, для того, чтобы показать, система рукоперации, соответственно, для того, чтобы постоянно был обмен воздуха, так как, что такое любой каркасник, это, грубо говоря, парник, и чтобы влага уходила, и заходил свежий воздух, для этого должен быть обмен этого воздуха, вот для этого он и сделан, мы видим алюминий, чуть-чуть нагревает температура, чтобы он не совсем холодный шел, и не было, я так понимаю, конденсата, и вот начинает дуть воздух, соответственно, вот она заглушка, стандартная на винте, окрашенная тоже в цвет, и здесь вы, когда закручиваем мы ее, мы можем выбрать то расстояние, которое нам нужно, ну, и здесь регулировка, соответственно, выбираем тот поток воздуха, который необходим, вот это реально очень здорово, что вот такой технологичный дом. Взял план дома, вот она веранда, которую вам показывают на нее вход, вот сейчас мы находимся в этой спальне, вот окно, вот она панорамное остекление, соответственно, второй вход, небольшая прихожая, сауна, которую показывал, здесь можно поставить дверь, вот здесь закрыть, и, соответственно, будет такое большое помещение, кладовость с маленьким окошечком, большой санузел, 4,5 метра, я считаю, это оптимальное решение, оптимальный размер, где все разместится, и будет вам комфортно, это мы с вами видели, соответственно, кухня, под нее все сделано, ну, блин, круто продумано, вот сама гостиная, большое место, вот она печка, значит, второй этаж, санузел, вот это гардеробная, вот она лестница, где мы поднимались, а, по 10 метров, слушайте, а мне казалось, что это метров 15, что значит правильная форма, везде есть панорамное остекление, и везде есть дополнительное большое, ну, блин, круто, и, соответственно, а, 2,5 метра, представляете, ширина 2,5 метра, ну, тут можно посмотреть, там и на сайте, что ходит, соответственно, в комплект, так, 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 сколько стоит, стоимость, 7,590, плюс 1,2 млн, это доп. модуль спальни, этот, в которой мы сейчас находимся, плюс 1,3 млн, модуль сауны, плюс 400 тысяч, санузел второго этажа, 10,490, сказали, что производят дома полтора месяца, то есть с момента договора до производства дома, в зависимости от загрузки, вы получите свой дом, для меня вот это самое классное, что я минимально потрачу свое время, на то, чтобы на моем участке был современный, красивый, энергоэффективный дом. Как говорится, доверяй, но проверяй. Взял с собой рулетку, 2,62, ну, 2 метра 60 сантиметров, так, как и заявляет застройщик, ну, с моим 2,75, мне вот этой высоты потолка реально комфортно. На втором этаже, 2,70 у нас получается, вот здесь практически, и в самом низком месте, метр 70. Естественно, нужно проверить и размер здесь. О, 2,3. Почему написали 2,5? Да, 2,3. А, это до конца, все, я понял. И сейчас поймаем здесь на 6 метров. 2,3 на 6 метров, представляете? Вот это верандища. Светлана, здравствуйте. Первый у меня вопрос, как я могу приобрести ваш дом. Здравствуйте. Смотрите, есть два варианта, можно приобрести, в принципе, за собственные средства. Сейчас у нас существует такой вариант, даже рассрочки, можно так сказать. Значит, это 30% при заключении договора, 40% где-то, ну, месяца через 3, через 3,5, ну, посередине, да, у нас с момента заключения договора до сдачи. И оставшиеся там 30% это по сдаче дома. Также есть вариант приобрести дом в ипотеку. То есть мы сейчас сотрудничаем очень активно со Сбербанком, мы являемся их партнерами. Также уже аккредитованы в Альфа-банке, Росбанке и Газпромбанке. Все, в принципе, госпрограммы работают. То есть это стандартная госпрограмма со ставкой 9%, да, у вас? Ну, я бы сказала, даже они 8% дают. 8%. Да, да, да. И семейная ипотека, и IT-ипотека, да. Тоже все работает. Все работает. Первоначальный взнос какой? Стандарты по программам? Все стандартно по программам, то есть там... То есть там 10, 15, 30. 10 и уже нету, все. Все уже, конечно. А, только в новостройках точно осталось. Да, сейчас это 20,1, это по семейной, по IT, да, а госпрограмма это 30,1, и там, к сожалению, да, лимит уменьшили до 6 миллионов кредит сейчас. Тогда у меня следующий вопрос. Вот я с вами подписал договор, и с момента подписания договора до приема, передачи дома сколько проходит обычно времени? Сейчас срок ожидания в районе 7 месяцев. То есть с момента подписания... То есть у вас сегодня просто сейчас высокий сезон, я правильно понимаю? Да, да, именно так. То есть 7 месяцев вот с момента подписания до сдачи дома на участке. В Москве еще больше. Еще больше. Пока производится мой дом. Я как-то могу приехать, посмотреть? Ну, теоретически можно, только именно ваш дом вы вряд ли увидите. Вы, скорее всего, посмотрите дома других клиентов, потому что само производство именно дома, оно небольшое. Здесь именно процесс ожидания, ожидания производства. Не-не, я понимаю, да, то есть вот вы мне уже говорите, все, мой дом производится, и смогу подъехать там, посмотреть там, как вы там делаете, что делаете. Вообще на производство можно на экскурсию записаться? Экскурсии на производство как таковых нету. Клиенты, которые заказали дом, естественно, могут подъехать, посмотреть. Вы сказали, что это растущий дом. Что это значит на простом русском языке, чтобы все поняли? Дом может расти. То есть можно начать с двух модулей и дальше его дорасти до шести модулей. Вверх или в ширину? Сначала в ширину до четырех, а потом еще два вверх. И потом, через, например, пару лет я могу вас дозаказать. Да, все верно. И вы придете, все смонтируете. Мы приедем, смонтируем. Сначала четвертый модуль. Дополнительно сделаете фундамент, а потом уже все остальное. Да. Блин, слушайте, ну это реально круто. Я с вами заключил договор, как мне нужно подготовить свой участок. Что мне нужно сделать? Смотрите, по поводу подготовки участка, в принципе, особая подготовка какая-то не требуется, но у нас есть специалист, который выезжает и смотрит участки, и он как раз даст все рекомендации. Во-первых, посмотрит возможность доставки, заезда, то, что у нас есть определенные все-таки нормативы относительно заезда. И, в принципе, четко даст рекомендации относительно того, как нужно подготовить и как будет происходить дальнейшая работа именно там по нулевому циклу и по доставке. Касательно канализации воды, это вы делаете, либо я должен сделать сам? Вы можете сделать сами, там, своими подрядчиками можем сделать, и мы у нас также есть такая возможность. А как утеплен ваш дом? Как я имею в виду, какой утеплитель и какая толщина этого утеплителя в полу, в стенах, в потолке? Смотрите, у нас утеплитель Урса Тера, в стенах 150 утеплитель, в полу 200 утеплитель, а 250 в кровле растущего, в двухэтажном 150 в кровле. А какую гарантию даете на свои дома? Гарантия у нас 20 лет на несущий каркас, 10 лет у нас идет на скрытые работы, там, на сантехнику, электрику и так далее, 5 лет на наружную и внутреннюю отделку, ну и год на электрооборудование, то есть светильники, выключатели, бойлеры, ну и так далее, там, теплые полы, ну, в связи с гарантией производителя. Друзья, напомню, что стандартная гарантия на все новостройки по 214-му федеральному закону 5 лет на конструктив, 3 года на инженерные сети и 2 года на зеленые насаждения. Можно ли приобрести дополнительно, там, с мебелью, с техникой? Да, сейчас существует такая возможность. Мы стали производить сами корпусную мебель, то есть можно приобрести дом сразу уже с кухней, там, со шкафами, ну, соответственно, с любой корпусной мебелью. И когда клиент приезжает уже на сдачу дома, то есть вся мебель уже установлена. А, друзья, все, кто живет в своих квартирах, знаете, что у нас, вот, не знаю, в моей, например, квартире, в моем жилом комплексе почему-то очень сильно повысился взносно-капитальный ремонт этого здания. А когда у вас свой дом, у вас нет таких взносов. Если что-то нужно делать, то это вы делаете сами, и тогда, когда вам нужно, вы не отправляете каждый месяц куда-то свои деньги. А также напомню про... Многие боятся, знаете, там, электричество только одно. Вспомните, ваши квартиры во всех новостройках только одно электричество. Все работает на электричестве. Соответственно, все можно посчитать. У меня есть обзор про дом каркасный 195 квадратных метров, где хозяин его рассказывает, сколько он заплатил в минус 38 за январь 2024 года. Январь месяц не обошелся в 1012. И когда ты видишь эту цифру, и ты понимаешь, что это в разы дешевле, чем обычная стандартная классическая квартира в новостройке. Ну и понятно, что можно выбрать себе земельный участок по своему карману, с видом на озеро, на лес, или кому-то просто нравится равнина, и обустроить его так, как нужно это вам. Поставить, например, парник, посадить помидоры и огурцы, или выкопать грядочку для картошки, или еще чего-то. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, а не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал, и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok